Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. И сегодня речь пойдет о продолжении истории с Виолеттой. Я надеюсь, вы запомнили эту серию комиксов, посвященных цирковой девочке, такая дочка полка в цирке, значит, Виолетте, которую придумали и нарисовали Тереза Радичи и Стефана Туркольна. Так вот, оказывается, у этой истории есть продолжение, только уже совсем с другими декорациями, героями. И вот как раз эту книгу я, наконец, в таком вот-то жив, да, очень серьезного возраста взял в руки, как комикс, ради комикса. Потому что с Виолеттой я, собственно, связался и рассказывал вам о ней, рекомендую ее, именно благодаря тематике. Там и история с Новым Светом, с Дворжиком и так далее, и история с Тулус-Ватреком французской, я напоминаю, содержание комиксов, да. Это очень хороший, на мой взгляд, ход, когда довольно сложные вещи, очень сложно объяснить ребенку, чем так хорош Тулус-Ватрек, и вообще художники начала 20-го, конца 19-го, начала 20-го века в Париже, что это за кафе Шантаны, что это за жизнь, да, что это за страница в искусстве и культуре, культуре Европы, которая давно уже стала классикой, но все еще не дошла до, ведь классика становится по-настоящему классикой, когда ее начинают адаптировать и объяснять самым-самым дальним от нее рядам, значит, зрителей и слушателей, да. То есть тем, кто не образован, тем, кто еще очень мал, очень юн, да, и тем, кто никогда не интересовался никаким искусством. То есть требуются какие-то многократные упрощения, адаптации, уход в массовую культуру, литературу. Вот там в этом комиксе совершенно точно была образовательная задача, да, благодаря ему ребенок узнавал, кто такой Дворжик, допустим, или как сложилась жизнь Тулуз Латрека. И это очень хорошо, потому что это сложные темы, не магистральные имена, опять же, если бы речь шла строго, значит, по верхушкам, да, о главных-то именах, о главных-то вещах написаны книги, нарисованы комиксы, сняты мультфильмы, да, все что угодно. А вот рассказать чуть больше, отойти чуть в сторонку уже невозможно. С другой стороны, у авторов были развязаны руки, да, потому что они шли не по столбовой дороге, там можно было немножко вольничать с материалом и так далее. Ну, мне так кажется. В любом случае, Виолетта очень обаятельна. Там персонаж обаятельный, история обаятельная, и совершенно замечательно придуманный ей аккомпанемент, да. Вот интернациональная группа с словами. Вообще в пузырях комикса, да, значит, очень редко пишут на иностранном языке. А вот там вот, значит, у них же многоязычный интернациональный коллектив, это тоже очень важный посыл, кстати. И там есть реплики на русском языке, на арабском языке, значит, по-гречески и так далее, да, если не ошибаюсь, по-гречески. На разных языках. И все это, значит, дается без перевода, с перевод-примечанием, да. То есть, ребенок, ну, конечно, он не прочитает текст в пузыре этот, но он убедится на собственном опыте, что да, и в этом выдуманном, нарисованном мире тоже, возможно, такая дружная семья, не семья, команда, не команда, дружная, цирковая, значит, я не знаю, там, общность, да. Ну, это действительно коллектив, да, у каждого свои достоинства, свои недостатки, но вместе они могучи, вместе это прекрасная совершенно компания, вот. Вот такая Виолетта. И здесь у нас Лаура, снова девочка-героиня, Лаура-разбойница, средневековые декорации, классическая история по мотивам итальянской возрожденческой культуры и, значит, истории, значит, легенд о Робин Гуде, то, что я люблю очень всей душой. Ну, не сами легенды, понимаете, вот в чем дело, баллады о Робин Гуде хороши, но они уже пошли в нашу культуру, уже, значит, претерпели несколько интерпретаций. У нас есть прозаические перевожения, легенды о Робин Гуде, почитайте эту книгу, она сильно отличается от поэтических баллад, она не просто новелизация произошла, да, а новелизация на русской почве, это не перевод прозаического текста, это перевожение. И у нас есть, разумеется, гениальный, невероятный, потрясающий фильм «Стрелы Робин Гуда», который надо смотреть только и категорически только в изначальной редакции, в монтаже с песнями Высоцкого, потому что, когда их выкинули из фильма, это просто было варварство, это чудовищно, то есть, это тот редкий случай, когда зло победило, реально. Вот, значит, с песнями Высоцкого, и это шедевр, я считаю, исключительный шедевр вот и романтического кино, и вдохновляющего кино для подростка, подросткового кино, приключенческого кино, чего угодно. И вот здесь, конечно, есть мотив Робин Гуда. Значит, ну, Вы понимаете, да, разбойница, она и зря разбойница. Есть еще один в генезисе этой истории, один, значит, первоисточник. Если Вы не читали эту повесть, то, возможно, она пойдет гораздо легче, если ребенок не читающий, и ему нужен комикс для того, чтобы он в картинках приобщился к каким-то нюансам. Потом ему очень хорошо пойдет Ронни, дочь разбойника. Ронни, дочь разбойника я очень люблю. Не потому, что это история про разбойников, про романтическое логово этих, значит, вовсе не Робин Гудов, да, значит, посреди средневекового замка, про Монтекки и Капулетти. Вы помните, да, что случилось с замком, да, и что там было, значит, он был поделен на две части, как он был поделен, да, и как встретились главные герои и так далее. Вот, это же Монтекки и Капулетти, в сущности. Но вот эти бродячие сюжеты мировой культуры, они воплощаются в разных текстах, и в этом комиксе тоже. Здесь у нас, обратите внимание, вот на детализацию, мне очень нравится. Вот у нас есть келья алхимика. Ну, понарисовали бы всяких ретроуд, вернее, не лохимика, а мудреца, конечно, да, вот эта комната для занятий, значит, брат Козимо такой, да, понарисовали бы всяких ретроуд, вот понарисовали бы, значит, подоскладывали бы средневековых книжечек, обязательно свеча в подсвечнике, и достаточно. Нет, под потолком висит чучело крокодила. Это достоверная и максимально точная историческая деталь, потому что считалось неизменным атрибутом любого мудреца, алхимика, а также, значит, по совместительству аптекаря, да, потому что вот это чучело крокодила. Чучело стоили очень дорого, их реально привозили в Европу, и они висели. Я своими глазами видел чучело святого крокодила, значит, в испанском храме, да, в испанском городе, когда мы там были на экскурсии. Вот, но в храм он оказался под другим причинам, потом когда-нибудь расскажу. А вообще это вот как череп на полке у, значит, книгачей, студиозиса, студиозиса или, значит, ученого, схоласта или алхимика, да, обязательный, обязательный атрибут, да, напоминающий о бренности человеческой жизни, да. Вот такое чучело крокодила здесь висит, это страница 10. Значит, вообще комикс сделан с любовью к деталям, он очень цветной. Ты, я, мне два раза в жизни доводилось видеть итальянские пейзажи, я не могу сказать, что я знаток Тосканы, да, вот для меня, значит, это Тосканские холмы и равнины, это что-то родное, да, но я видел это краем глаза, действительно ярко, действительно похоже. Я не говорю, что действие происходит в Тоскане, это выдуманное место действия, да, но это очень здорово нарисовано, прежде всего, с большим вкусом. С большим юмором нарисовано. Если вы откроете страницу 33, вы увидите, как, значит, весть, которую должна получить героиня, доставляет её, ну, в общем, хищная птица. Ну, у неё тоже есть, как у Гарри Поттера, вестник. Ну, естественно, здесь всё идёт по канону, как бы, сказочной истории. У неё есть вестник, да, преданная птичка, вот. Эта птичка, значит, вот хомяк спасается, значит, от этой птички, да, но услышав условный сигнал, птичка, конечно, тут же забывает об охоте, летит, значит, по почтовым делам, да, вот. Ну, а для хомяка эта история не закончилась. Если вы дочитаете до этого места, загляните на страницу 33, оцените юмор авторов. Юмора в книге много, несмотря на всю трагичность истории, потому что мы это прекрасно понимаем, что она бы вышла замуж за того, за кого сказал отец. Это без разговоров, без всего, вот. А как оказался мальчик без крыши над головой, да, беспризорным, мы тоже прекрасно понимаем, но мы-то взрослые, и это история из какого-нибудь, извините меня, Камаградеши, да, или из какого-нибудь Огнём и Мечом Сенкевича, вот. История совершенно из другого стилистического пласта. А здесь это весёлая, детская, развлекательная повесть о сведневковой жизни. И хотя угрозы и опасности нависают, и хотя злодеи точат мечи и подсыпают яд, который едва-едва не сводит в могилу, не скажу кого, несмотря на всё это, вы будете читать с удовольствием, получите счастливый финал и минимум негативных эмоций для юного читателя. А вот об истории Средневековья именно так, наглядно, в образах и деталях, он узнает гораздо больше, чем даже пролистав некие детские энциклопедии, которые всё равно не каждый юный читатель возьмётся листать. А здесь у него будет очень-очень действенное погружение в материал, скажем так. Вот. История будет иметь продолжение, да. Это только первая часть. Вот здесь прекрасный гобелен, да, где все главные персонажи, значит, где подытоживается первая песня. Юные девы, рыцари-заговорщики и менестрели являются её героями. Вообще, на самом деле, всё хорошо, и даже перевод отличный, потому что некоторые слова могут быть незнакомы юному читателю, тем лучше, друзья мои, объясните, растолкуйте, что это. А если сами позабыли, чем именно занимались менестрели, что они там стреляли, где менестрели. Вот. Загляните в словарик, и вы удивитесь, да. Это вовсе не стрелки. Итак, читайте, наслаждайтесь, рассматривайте. Вот один из немногих комиксов, о котором я рассказываю именно как о комиксе, потому что мне понравилось, как это сделано. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.